Прошло 24 часа с момента нахождения образцов в воде. Температура воды составляет 24 градуса. И сейчас я измерю течину каждого образца. Итак, образец под номером 1. Измеряем его толщину. Толщина его составляет 9 мм. Образец номер 2. Измеряем толщину. Толщина составляет 9,1 мм. Образец с номером 3. Измеряем его толщину. Толщина составляет 7,9 мм. Образец номером 4. Измеряем его толщину. Толщина составляет 11 мм. Образец с номером 5. Измеряем ее толщину. Толщина составляет 8,6 мм. Итак, настало время подводить итоги. И первый образец у нас имеет толщину после пребывания в воде 24 часа 9 мм. И, соответственно, разбухание у него около 14%. Образец номером 2 у нас имеет толщину 9,1 мм. И разбухание у него 14,8%. Образец номер 3 у нас имеет толщину 7,8 мм. И процент разбухания 13%. Образец номер 4 имеет толщину 11 мм. И, соответственно, разбухание около 7%. И последний образец номером 5 имеет толщину 8,6 мм. И разбухание 10,2%. Какие выводы можно сделать из этого теста? Образец номер 1. После затопления ламинат немецкого бренда, довольно известного, скорее всего, не будет пригоден для переукладки. Образец номер 2. Тоже ламинат немецкого бренда. Тоже, скорее всего, будет пригоден для последующей переукладки. Образец номер 3. Это известный бельгийский бренд с фабрики в России. После затопления не будет пригоден для последующей переукладки. Образец номер 4. Известный бельгийский номер 4. Бренд. Возможно, будет пригоден для последующей переукладки. Это мы посмотрим после двух суток, когда образцы высадут. Последний образец турецкого производителя имеет, соответственно, процент разбухания чуть больше 10%. Вероятно, что этот ламинат можно будет переложить после высыхания. Но по практике скажу, что ламинат, который имеет разбухание свыше 7%, как правило, будет непригоден для последующей переукладки. На этом наш тест подошел к концу. Будет продолжение этого теста, когда кусочки ламината просохнут в течение двух суток. И следите за продолжением этого теста. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok